добрый вечер дорогие друзья по ту сторону экрана мы начинаем сегодняшнюю работу нашу наш вебинар как я уже здесь и обозначил на первом слайде вебинара о проекте эко технопарка и нашей роли но это так общие обозначения в первую очередь дайте мне знать уже поотвечает таисия спасибо чтоб меня слышно по крайней мере я надеюсь и в контактах и здесь тоже меня слышно да ну похоже что да уже тут в контакте дмитрий задал вопрос не терпится человеку знать спасибо спасибо всем значит не терпится знать во первых я еще раз сразу же поблагодарю олега сошникова он хорошо как бы ассистирует помогает здесь модерирует благодарность заранее чтобы в конце попыхах и не забыть олег спасибо дальше значит друзья такое дело что я начну с вопроса когда планируется открыть фонды по выкупу акций вы знаете дорогие друзья вот хочется сказать как-то более резко но не имеет смысла я просто скажу спокойно значит ну сколько можно этот вопрос вы знаете это не планируемый вопрос и не планируемая вещь она вытекает из целого ряда событий которые должны до того произойти я об этих событиях вам уже говорил не только я говорят и другие коллеги которые ведут вебинары в нашем как бы в нашем фонде или в нашей на нашей площадке капитал об этом говорят говорит анатолий дуардыч в рсв и так далее кирилл бадулин говорит дорогие друзья что является основой открытия фонда выкупа акций это то когда есть средства есть значит различные возможности подготавливается это зависит еще от целого ряда других факторов о которых сегодня мы не будем говорить поэтому планировать это достаточно трудно но я так думаю я так думаю я не планирую я не обещаю я думаю что надо было бы действительно как я уже неоднократно говорил еще в этом году значит создать площадку или не площадку а создать возможность здесь больше юридических вопросов друзья это ж нельзя так тяп-ляп значит а ладно вот вроде бы даже уже и средства появились и еще что-то есть давайте сейчас начнем значит или позволим что-то делать но дело еще в том что надо осознать сегодня всем что это не будет какая-то тотальная там это будет приправ на определенных условиях скорее всего пилотная пилотная значит возможность какой-то процент там или или там разные варианты возможны значит кому-то или значит определенному количеству людей или еще чему-то там там свои условия будут не буду даже сейчас спекулировать различными возможными критериями что можно будет сделать но будет будет значит смотрите так есть все начну с того что я хотел вам сказать значит смотрите друзья экофест все на следующей неделе по всей вероятности у нас уже вебинара мы не будем проводить потому что я буду в пути в Минск я еду на машине туда надо кое-что отвезти людей надо привезти и так далее вот это 2 числа если не ошибаюсь да да точно четверг наш вебинар я буду в пути значит следующий раз вебинара не будет но мы все настраиваемся на экофест почему ну это третий экофест как-никак даже уже какой-то маленький юбилей третий друзья третий это первое второе как и обещалось будет очень много конструктивной информации я даже не берусь во первых не знаю во вторых не берусь оценивать что там может быть понимаете потому что сегодня у нас было управление была встреча обсуждения там вопросов адресного проекта с анатолий дарычем виницким и с его как бы коллегами вот и абсолютно однозначно как бы было сказано что друзья все обо всем основательно поговорим на экофесте увидим потрогаем поездим кому дано поездить и так далее то есть и это не значит что какой-то вот новый этап открывается нет у нас идет я задал нахального вопрос игру анатолий дарыч вот как вот он говорит ну что вы глупые вопросы задаете вроде взрослый человек он сказал мне я говорю ну вроде да вот он говорит но смотрите посмотрите бизнес план где мы сейчас находимся и я говорю ну как где мы находимся мы находимся на двенадцатом этапе перескочи в одиннадцатый и вот он тогда достаточно определенное количество времени объяснил абсолютно транслирует или трансформирует дальше как понимать вообще этапы друзья мы об этом говорили но порой не хватает у самого что ли прозорливости открыть именно вот такую факт что такое то мы до сих пор ну как то вот так вот думали вот кто-то так вот щелкнул пальцами как триггером триггер включился и давайте мы этап переключим мы об этом говорили переключаем это нет даже порой переключается этап еще и не потому что все средства собраны понимаете если мы сегодня я сейчас буду показывать здесь если бы мы сегодня разложили все этапы все суммы которые должны были быть проинвестированы этих этапах вдруг в один столбик вы поставили бы все работы которые должны были бы сделать то чтобы мы увидели мы увидели что этапы прошли или мы этап преодолели находимся на двенадцатом этапе по столбику в котором цифры инвестиции значит объем инвестиций у нас должно было быть столько по столбику по плану по факту а по факту у нас меньше тогда смотрим какие работы работы сделанные работ сделано больше вот и за счет внутренних резервов Прямо сказал Юницкий. То есть за счет того, что мы снижаем себестоимость, мы уменьшаем. То есть проектные стоимости, они оказались такие, какие они есть, и мы снижаем их. То есть в конечном итоге мы находимся сейчас перед реализацией такого блока этого проекта, как высокоскоростная трасса и ее финансирование. Вопрос о том, что когда, где, сколько, то есть она будет в другом месте, это мы знаем. Сумма, которая на нее пойдет, по всей вероятности значительно больше, чем мы планировали изначально. Потому что там разные варианты были. Даже я какое-то время рассказывал, смотрите, друзья, какая большая экономия, что должно было быть там, допустим, 40 километров для разгона, разгона, прогона и торможения. Мы перешли, решаем это за 15, на 15 километрах. Потом выяснилось, что все-таки ни одни нормативы не позволяют это на 15 сделать. Хотя мы технически это можем сделать, технически и технологически. Но будет несоответствие требованиям, и поэтому нужно это сделать на 22-23 километрах. Тогда мы попадаем под все возможные нормативы, и тогда у нас никаких дополнительных, не нужно будет делать сертификаций, и мы тогда получаем. То есть 20, ну вот, значит немножко дороже. Но фактически здесь все равно экономия тоже есть. Теперь мы предполагали это в одном месте делать, в одних условиях и так далее. То есть здесь будут различные варианты, но финансировать это надо. И теперь говорим опять об этапах. Смотрите, что получается с этапами. Значит, мы на 12 этапе. И зачастую, или скажем, если задать сейчас Анатолию Дуардущу или же экономистам задать вопрос, что ну хорошо, когда будет переход на следующий этап? Скоро. От чего он зависит? Однозначно было сказано, что не всегда от того, что собрана вся сумма денег. Понимаете? По срокам есть. Есть возможность, что работы определенные сделаны. Понятно. И здесь есть тоже своя логика. Поэтому в какой-то степени мы, конечно, должны придерживаться той логики, которая дана в этапах. Но с другой стороны, очень важно понимать, что это больше, так называемая, ориентировочная наша база. Реальность жизни, она диктует зачастую достаточно такие жесткие условия, которые надо выполнять. Поэтому я сегодня, значит, был ряд вопросов и в Таллине, и из Германии, из Нидерландов, из Бельгии, значит, по поводу того, что я прошлый раз на вебинаре говорил, рассчитывал так называемую расчетную, или показывал возможность сравнения динамики перехода с этапа на этап, и то, как прирастает прибыльность, расчетная прибыльность, скажем, залоговых акций. Вот. Я на этом тоже сегодня немножко остановлюсь. Теперь еще раз по Экофесту. Экофест, кроме того, завершается для нас, завершается конференция, которая будет на следующий день. И там тоже будет, скажем, сжатая вся основная информация, которую необходимо знать сообществу инвесторов Skyway Capital. Будет разговор о переходе, или, скажем, о выходе с реорганизацией Capital в фонд, или, скажем, Capital как таковой, он занимается и подготавливает организации так называемого фонда всемирного, а финансовая площадка или финансовый механизм будет внутри этого фонда, в который трансформируется сегодняшняя площадка Capital. Ничего для инвесторов не меняется, кроме как прибавляется дополнительная возможность приобрести различные услуги, участвовать в различных учебных программах, участвовать в инвестиционных проектах, участвовать в адресных проектах, пилотные проекты которых мы сейчас усиленно, усиленно сами уже готовим. Понятно, да? Много задаются вопросов, много исходных условий люди просят помочь, потому что люди оживают во многих местах, в Болгарии, в Грузии, в Азербайджане, в Армении, в Казахстане. Я уже не говорю об Эстонии, я уже не говорю о Финляндии, уже не говорю о Швейцарии, не говорю о Сан-Марине, и не говорю тут о многих других местах, об Италии, Чехии, о Словакии. То есть процесс идет о той же самой Голландии. Поэтому это очень важно. Смотрим дальше. Теперь фактически начинаем смотреть, что еще. А, еще важная информация, могу забыть в конце. У меня тут маленькая шпаргалка, увидел. Вполне реально, что мы переходим на вебинары один раз в месяц. И это связано с тем, чтобы не перекатывать из пустого порожнее, и, ну, скажем так, заниматься таким комментированием информации, а давать конкретно более сжато информацию от получаса до 40-45 минут, не более. Вот. В отдельных случаях при необходимости можно и более давать. Это будет формат, временной формат. И по всей вероятности, но, естественно, будут целая серия модульных учебных вебинаров, учебных, как бы, учебных блоков, которых сейчас у нас нету. Мы сейчас проводим, как бы, обучение в рамках конференции и сборов, которые проводятся в разных местах. Тут вот последний был в Таллине. Вот. Это будет, как уже обещалось какое-то время назад, это будет работа, связанная с обучением по модулям, обучение для адресных проектов, обучения для, вообще, для сети. Потому что с какого-то момента уже в этом году не каждый, а практически человек, который не прошел базовый модуль информации по технологии, по разным другим партнерским взаимоотношениям, по дубликации, не будет иметь право дальше передавать эту информацию. Вот. Поэтому здесь очень, очень важно. И еще мой комментарий к тому, что многие там хватаются за голову, что ой-ой-ой, ай-яй-яй, вот у меня там в структуре, или вот там люди пошли туда, побежали, инвестируют туда. Бога ради. Вы же понимаете, друзья, это же, ничего не сделаешь, если бабочка хочет порхать, немножко с этого цветка схватить, немножко с этого, как я сегодня уже привел пример, и не хочет в своем саду, а или организовать свой сад, понимаете? Поэтому этот вопрос такой абсолютно, ну, скажем так, вопрос вкуса. К сожалению, значит, есть целый ряд людей, которые входят в проекты, чуть-чуть попробовать, может быть, здесь отхватить, немножко там. Ну, это такова их, это их такой бизнес. Но есть люди, которые очень основательно настроены на бизнес, именно в рамках Skyway, и они это понимают, и они строят свой бизнес, и это непросто. Вот все то, о чем мы говорим, это тоже к тому, и для тех, кто желает и стремится строить свой бизнес. Значит, идем дальше. Так, здесь сейчас, одну минуточку, я слайд-шоу включу. Так. Сроки и динамика проекта Экотехнопарк или сертификация технологии. Смотрите, значит, по срокам задают вопросы. Я сам иногда задаю себе вопрос. Я рисовал динамику 2014-2017 год, завершение Экотехнопарка и так далее, и так далее. Пошли следующие этапы. Мы находимся в 2018 году, и у нас перед нами 12 этап. Поэтому, дорогие друзья, финансирование, инвестиционный поток, это важнейший фактор. И когда мне задают, я как-то вот прижимал уши к своим щекам и думал, да, действительно, ведь мы же говорили про 2017 год, мы сейчас в 2018, мы уже говорили, сколько уже раз говорили про, значит, выкуп акций и так далее. Но, друзья, мы не пирамида, мы проект, понимаете? И поэтому это все должно созреть. Поэтому, если нет инвестиционного потока, пардон, если ты, Иванов, инвестировал, Петров, Сидоров, СЭП и еще там Герфункель и еще кто-то там не проинвестировали, ничего не поделаешь. Не проработали, ладно, не проинвестировали. Они досужились толково рассказать про проект и так далее, а проинвестировали, сидят, ждут, когда манна небесная посыпется. Но, друзья, так не делается. Поэтому проект такой, какой есть. И поэтому надо честно здесь говорить, что мы есть там, куда мы проект довели. Причем финансово мы его не обеспечили полностью, но работами я еще раз сегодня дотошно копался в бизнес-плане. Я смотрел, да, работы, к счастью, и к великому нашему достоинству в большинстве своем, если не сказать даже больше, выполнены и выполняются. И это радует. Это тоже является очень мощным как бы, фактором. Финансирование, инвестиционных, как мы здесь действуем, я уже сказал. Наши ожидания, продажа акций, дивиденды, IPO, следующий этап, сроки, все зависит вот от этого мешка, вот от этого мешка, денежного мешка. Зеленый, это тот, что по проекту, то, что по синенький и над ним висит красная такая полка, это то, что мы в реальности, то есть мы половину даже не проинвестировали, хотя мы на 12 этапе, дорогие друзья, мы даже половину еще не проинвестировали. Друзья, понимаете, да, может быть, бизнес-план там, он рассчитывался, как рассчитывался, но тем не менее, проектом мы на 12 этапе, с первого по 12 этап. фактически мы должны были бы быть здесь, где, значит, вот здесь показывается, но фактически проекту, по проекту этого работ выполнено значительно больше, чем должно было бы быть соответствовать тому денежному выражению, которое до сих пор выбрано. То есть здесь столько, а фактически уже по проекту проведено столько работ. И поэтому это тоже радует. Непредвиденные противодействия являются одним из таких, я уже об этом говорил, не буду повторяться, Экотехнопарк абсолютно в другом месте будет. В подготовленных проектах и финансовых регуляторах очень много ожиданий. Финансовые регуляторы портят настолько, портят жизнь, что даже не хочется здесь повторять, потому что каждая неделя две трети, не две трети, соврал, одна треть времени уходит на то, чтобы что-то придумать, как-то отработать, что-то, значит, разработать, перевести и так далее, и так далее, чтобы как-то с ними сосуществовать. Вот. И это тоже является одним из факторов, который подстегивает как можно быстрее заходить через адресные проекты, то есть через проекты. Выяснилась такая вещь, что многие люди или часть людей не понимают, что такое адресный проект. Спрашиваю, а что такое адресный? Это по какому адресу мы строить будем? Я говорю, не по адресу, а по направлению, конкретному месту привязанный проект, он называется у нас адресным проектом. Это простой строительный проект, адресно привязанный к этому месту так смотрим дальше я сегодня хочу сказать я хочу еще напомнить вам что опять таки мы имеем дело с вами не с продуктом а с проектом это многим непонятно не как-то непонятно и даже не трудно как бы от этого и 100 отталкиваться но тем не менее мы должны и обязаны понимать что мы имеем дело не с продуктом мы имеем дело с технологией но технология сама по себе не является еще проектом поэтому когда была поставлена задача сертифицировать технологию для того чтобы осуществлять строительные проекты вот здесь внизу видно да технология для того чтобы проекты адресные проекты строительных строительства трассы объектов осуществлять то для этого нужны деньги но для того чтобы эту технологию но еще кроме того как ее сертифицировать нужен какой-то полигон был создан проект как технопарка но его надо финансировать и тогда были введены акции и вот эти три единства акции к технопарк и технологии это является нашим проектом который обеспечивает сертификацию но в конечном и таки этапе все-таки эко технопарк его строительство и завершение завершение сертификации всех видов транспорта является вы условием окончательным условием для вывода технологии skyway на мировой рынок и для того чтобы дальше уже по разным другим проектам можно было бы выпускать акции и другие адресные проекты другие адресные проекты выполнять то есть это является целью и это для тех кто сейчас получает залог вот эти акции для них является вот эти следующие адресный проект является источником получения дивидендов источником капитализации и роста капитализации этих акций то есть что осуществление тех ожиданий которые сейчас у многих и у всех практически есть и у меня в том числе что акция будет тот день когда акция на мировом рынке на международном рынке будет выше номинальной стоимости и это будет факт в разы будет выше так что как уже говорилось не раз что даже реально что могут быть могут быть разные спекуляции но об этом сейчас я не буду говорить то есть это очень важно понимать дорогие друзья и это тоже является тем что вот проект он идет я не рассматривал и мне пришлось пришла передо мной еще инвестиционный продукт skyway или проект skyway инвестиционный проект значит попалась мне давно уже мы тут больше года или год уже не говорили об этом оба свод свод характеристиках или так называемых стрэнкс weakness opportunities и threats или сильные стороны слабости возможности опасности проекта и вот хотел бы здесь не останавливаться подробно на всех просто просмотрите вот эти сильные стороны характерны но слабость это инвесторы подключаются к рынку со 181 или с 91 дня это можно считать слабостью слабостью еще является то что в данном случае финансовые потоки недофинансирование проекта вот видите здесь недофинансирование проект это очень сильная слабость и она практически давит нас сейчас очень сильно есть финансовые инвесторы которые готовы проинвестировать очень крупно но пока не подходят те условия которые они выдвигают поэтому мы сейчас пока ждем смотрим вот и не какие-то какие-то здесь тоже возможности будут будут использованы в ближайшее же время и мы об этом тоже услышим слабостью является и то что акции не имеют рынка до выхода на биржу это факт но его уже ощущаем но ничего страшного по всей вероятности внутренние возврат какой-то не возврата те кому приспичило или те кто хотят протестировать дело да будет но здесь иллюзии не стоит строю стоит себе потому что как зачастую когда спрашиваешь ну хорошо почему ты вот ну да ну вот видите я все-таки вложил там но допустим там две с половиной тысячи долларов ну хотелось бы отбить эти две с половиной тысячи долларов и гурной хорошо я отбил ты эти две с половиной тысячи долларов что у тебя в остатке осталось две с половиной тысячи долларов ты от получил обратно и сколько у тебя осталось акции ну да там чуть-чуть останется я говорю ну и так эффект где у тебя это твой навар что лет с этого бизнеса ты привык так работать да я так привык на гуру что же тогда кажется жезл тебе в руки или флаг будет возможность свои там сто тысяч там или или там миллион акций значит ты реализуешь получишь две с половиной тысячи обратно ну по крайней мере ты потренировался значит и получит но тогда не кусай когда-нибудь будущем локти там или пальцы или ногти поэтому это все известно и присущи смотрим дальше опасности какие опасности вот здесь опасностями риски смещения сроков они налицо риски различных противостояний тоже налицо дорогие риски различных дублика дубликации или подделок но слава богу пока нет но многие пугают этим делом слабо право регуляция народного инвестирования да это очень большая опасность она постоянно нам бьет по коленям и выше колена прямо в пах лупит вот и это тоже кстати влияет очень мощно влияет на инвестиционные потоки зачастую отрицательные меняем псевдо площадок очень много хаят дурят там приходит неделю как минимум раз приходит ссылка на какую-то на какого-нибудь там блогера который там сильно философствует обзывается там значит для того чтобы значит ругая других привлечь к себе внимание то есть знаете как собака в деревне чтобы ее хозяин похвалил вот она или хозяин обратил на нее внимание она очень громко лает хотя толку вообще никакого нет заторможенность реглобализации эта опасность большая потому что фактически мир до сих пор глобализировался нанес колоссальный урон и природе и финансовым денежным и различным отношениям международным прочим делам вот реглобализация идет но она заторможена потому что фактически требуется сделать так называемые ну как бы сказать очень опасные зануления финансовой сфере в сфере международных отношений в биосфере здравоохранения в образовании и так далее да и вообще философии потому что капитализм как таковой себя изжил и это тоже налицо а это большие потрясения дорогие друзья стоят впереди можно через реглобализацию если ее правильного ну как бы сообщество мировое сообщество могло бы управлять то это было бы но тем не менее заторможенность это опасность которую надо учитывать но здесь у нас есть большой плюс его там нету возможностях это дает возможность инвесторам возможности просто места уже не хватает надо было бы написать что противовес этой опасности есть у нас возможность то что мы капитализируем средства и чтобы не произошло какие бы скажем обнуление мировой финансовой там или иной банковской системе не произошли у нас капитал он как бы существует в виде технологии виде эко технопарка в виде тех акций которые там у нас лежат и они будут как бы номинизированы в соответствии с тем к чему придет мировая система поэтому еще раз это является мощным козырем почему нужно сюда именно идти значит и отставание мышления от процесса это самый большой опасность она тоже дает себя знать постоянно дорогие друзья теперь дальше дальше прошу вас еще раз про прошлые расчеты прошлый раз я показывал вам расчеты сейчас я просто быстро по ним пробегусь чтобы люди понимали многие не поняли к сожалению или часть не поняла это по этапам от 5 до 14 этапа сколько здесь у нас следующем идет этапы следующем идут так называемые залоговые акции на сколько миллиардов каждом этапе дальше идет количество инвестиций на этом этапе дальше идут дисконты ворота или окно дисконтов и в конце идет так называемая расчетная себестоимость одно одной значит залоговой акции в средняя усредненная причем вот но если мы отталкиваемся от этого расчета то мы инвестируем по залоговой стоимости взято за основу с 5 по 12 этап количество акций следующее извиняюсь вам тоже переключу 1000 миллион 200 миллион 200 тысяч акций вот и скажем так чтобы когда человек инвестировал на пятом этапе 2000 долларов то он получал залог миллион 200 акций на двенадцатом этапе он инвестирует это расчетная величина такого пакета нет но она рассчитана из из полутора миллионов акций залоговых миллион двести это девятнадцать тысяч четыреста видите разница очень большая да если мы посчитаем сколько себестоимость одной акции и потом возьмем посмотрим что у нас со ста тысячами акции получается да я уменьшил это специально то тогда получается что на десятом этапе не будем там на восьмом на девятом на пятом смотреть на десятом более близком этапе здесь у нас за 100 тысяч акций они как бы но себестоимость их 742 доллара десятый этап один стап мы проскочили но расчетная себестоимость была бы 1300 долларов 100 тысяч акций на двенадцатом этапе 100 тысяч акций это 1619 долларов исходя из этой логики я смотрел и показывал что что значит между 10 и 11 этапом которого не произошло было шесть месяцев и ориентировочно можно было рассчитывать что на десятом этапе среднемесячный прирост так называемой прибыльности акции составил 29 кома два процента я разделил расчетная на 11 этап на количество расчетного а десятого этапа и так далее так далее получил на один месяц мы перешли сразу на 12 этап и поэтому здесь скажем те же самые месяцы месяцев было меньше теперь на двенадцатом этапе по нам настоящий момент начиная с апреля месяца вот двенадцатый этап у нас себе стоя стоим или вернее стоимость пакета залоговая стоимость пакетов 100 тысяч акций это 1619 долларов вот по сравнению с десятом 11 не было это 218 процентов три месяца прошло 72,3 процента в месяц но эко фест пройдет но глядишь тут уже и переход наверное скоро будет так что среднем я там где-то вам писал что прошлый раз говорил что среднем от 36 это зависит от того сколько месяцев между этим будет кто-то мне задавал из германии по моему вопрос ну да а что будет если и если 13 какова будет на тринадцатом этапе почему это не показали его язи расчет сделал я не стал сюда выставлять тринадцатый этап я привел опять-таки по тринадцатому этапу что я сделал я сделал тот же самый расчет на миллион двести акций залоговых да тот же самый расчет провел на миллион 200 вот этот же самый расчет провел И что я получил, значит, у меня тут передо мной шпаргалка, я получил, что так называемое, приобрести может на 13 этапе, расчетно пока, из того, что мы видим в бизнес-плане, не в бизнес-плане, в финансовом плане, значит, это миллион 200 акций за примерно 30 тысяч, 30 тысяч, это вот смотрите, значит, я тогда приведу здесь. Это то же самое, что если бы здесь был 13 этап, то здесь было бы 30 тысяч долларов, миллион 200 акций, 200 тысяч акций. Теперь мы переходим на следующий этап, на следующую страницу, начинаем смотреть 13 этап в конце, это значит, что у нас 100 тысяч акций, их как бы себестоимость примерно 2600 долларов. Я опять в конце получаю, такой же, проводя расчет, получаю, что за 3 месяца, при 3 месяцах, скорее всего, мы так и видим, что следующие этапы будут меняться каждые 3-4 месяца, не более. Вот, по разным причинам тут это, скорее всего, будет так делаться, вот, и это при 3-месячном переходе, это 53%, при 5-месячном это 32,1%, всяко больше, чем было на 10-11%. То есть, постоянно мы находимся расчетно пока в динамике прироста прибыльности тех залоговых акций, которые инвестор получает взамен своих инвестиций. Но, друзья, где еще выгоднее, скажем так, проект? Есть вопрос, значит, причем неплохой вопрос, я смотрю в ВКонтакте, по-моему, ВКонтакте, нет, в Фейсбуке. Значит, еще одна опасность, инвестиционная усталость. Да, есть такая опасность, друзья, согласен, 5 лет, не 5 лет, ну, да, 5-4 года инвестировать в свои крово-кровные в венчур, это тяжело для многих простых трудов. Конечно, друзья, и не надо все 5 лет инвестировать. Друзья, мы неоднократно говорили, что одно дело, ты инвестируешь, это не бизнес. Понимаете, когда ты инвестируешь просто, это вчерашний, даже позавчерашний бизнес. Бизнес, когда ты инвестируешь и строишь свой бизнес. То, что ты тупо вталкиваешь деньги в проект, это еще не бизнес. А ты передай этот проект, построй свою команду, вот это бизнес. Кто-то задаст вопрос сейчас, скорее всего, а зачем мне эта команда? Как зачем? Я вам показывал, я вам показывал и покажу еще, кто здесь будет зарабатывать, друзья. Вот на этом слайде. Смотрите, от кого это зависит? Акции С, акции Б, акции А. Зарабатывая на конкретных проектах, вы еще будете, создав команду, создав свой бизнес, вы будете работать на те акции, которые сегодня вы тупо, те, кто тупо, а те, кто не тупо, инвестировали и создали свою команду. Зарабатывали и за счет создания команды, и за счет своих инвестиций. Ну, друзья, надо же головой думать, когда вы эти процессы выстраиваете. Поэтому усталость есть у тех, кто, скажем, не умеет правильно свои стратегии выстраивать. Число 4. Что такое инвестиции? Инвестиции можно подробнее, как это делается. Что такое инвестиции? Не понял. Можете подробнее, как это делается. Как делается? Инвестируется, если вы не в курсе. Я сейчас не буду ликбез проводить, постарайтесь обратиться, выйти на сайт. Кто-нибудь из сообщества, которое сейчас здесь смотрит этот вебинар, дайте сюда ссылочку, пожалуйста, нашему коллеге, который сейчас слушает. Чтобы он посмотрел, значит, посмотрел бы информацию на сайте Capital или на сайте Анатолия Эдуардовича Ницкого. Хотя там про инвестиции мало сказано, но есть все документы, которые говорят, бизнес-план есть. И там есть планы инвестиций, инвестиционный план. Так. Основная масса людей ленивые всего боятся и не хотят приглашать. Ну, статистика такова, Николай, значит, конечно, к сожалению, это так или не к сожалению, природа такова. Я когда-то рисовал вам, нет, вам, наверное, не рисовал, хотя, вообще, так называемая кривая статистических распределений. 3% активных максимум. Остальные 17% ждущие, 30% приглядывающиеся. Это в положительном секторе графика, в отрицательном секторе графика, 30% присматриваются с отрицательным уклоном, 17%, значит, скорее всего, отрицают то, что им предлагается, а 3% ярые противники. И вот, как раз задача тех 3%, которые у нас с правой стороны, где положительное отношение к проекту, чтобы притянуть к себе 17%, и тогда приклеится еще и 30%. И так потихонечку начнет вытаскивать еще по 30% из тех 30%, которые в графике распределения с другой стороны находятся. Такова статистическая кривая, ее всегда надо иметь в виду. Ничего не поделаешь. Спасибо, вы здесь дали. Туда я не могу сейчас дать в ВКонтакте. Значит, есть там товарищи, пожалуйста, поделитесь. Да и ВКонтакте, зайдите ВКонтакте, там есть в сообществе Skyway. Вся информация есть, Батыр. Так, значит, друзья, такая ситуация, что я сижу, где температура сейчас показывает 32 градуса. У нас настоящее лето, чего и вам всем желаю, у кого и нету. И в завершение, поэтому я сегодня буду раньше немножко завершать. Вы уж и меня простите, чтобы я тут не совсем пропарился. Значит, смотрите, и в завершение, что я еще хочу сказать, и об этом мы будем и на конференции в Минске говорить, что в прошлый раз я уже это говорил, что здесь такое, это Центр народного финансирования проекта развития Skyway. Это можно сказать, что это будущий прообраз капитала, который сегодня. Но этого мало, поэтому еще будет банк акций, центр адресных ICO, центр кооперации инвесторов, центр подготовки обеспечения адресных проектов, вот он здесь и так далее. И адресные проекты, это все Всемирный фонд под его крышей. Это не коммерческое объединение, а вот эти центры, это все будут коммерческие структуры здесь работать. То есть это мы создаем мощную, скажем, корпорацию, которая будет помогать внедрять адресные проекты и зарабатывать. Кому зарабатывать? Давайте посмотрим. Посмотрим, дорогие друзья, кому? Тем, кто помог сертифицировать технологию, вот тем, кто обладает этими акциями. То есть это есть проект, на который мы все с вами работаем и будем работать. Те, кто не ленивые, те, кто хотят процветать, те, кто хотят процветать, чтобы все вокруг процветало, чтобы природа была бы красивая и так далее. Конечно, как везде, всегда есть те, кто, скажем так, случайно оказывается в этом вагоне и просто так им уже судьбой дано оказаться в хорошем вагоне, с хорошим климатом, с хорошим доходом и с хорошим обедом. То есть ничего не поделаешь, но значительно лучше ехать, когда ты знаешь, что ты приложил здесь свою руку, вложил свой труд, свою душу вложил в это. Чего я вам и желаю. Дорогие друзья, те, кто не будет на Экофесте, следите за новостями в эфире. Процесс идет, его уже не остановить и слава Богу. Строй сковей, спасай планету. До скорых встреч, всего вам доброго. Берегите себя, своих близких, ибо ради этого мы все и делаем. Нам повезло в Сибири, вот поделиться бы нам с вами Антонина. Антонина, еще раз, всего доброго. Так, а, еще извиняюсь, когда строить адресные проекты границы паспортный режим, как будет, например, Россия и Казахстан? Вы знаете, это все делается просто, у этого есть свои механизмы, которые апробированы уже, и я сейчас просто не буду, значит, объяснять. Все, спасибо. До скорой встречи, друзья. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.